Андрей, у тебя только что кончилась панчекарма. Можешь рассказать кратко о себе и как ты дошел до такой жизни вообще? Ну, как говорится, я обычный IT-инженер, занимающийся своим проектом. Как я дошел до такой жизни? Ну, вот, знаю Настю несколько лет. Следил за ее творческим и профессиональным развитием, и в какой-то момент она убедила, что все-таки панчекарма мне нужна, наверное, потому что я видела мое состояние, в связи с тем, что мы сейчас поднимаем свои проекты, понятно, что работы слишком много, ну и как-то вместе с упругой они меня убедили панчекарму пройти. Ну, Аня прошла год назад, да, панчекарму? Да. А ты вот сейчас, скажем так, дошел до этой жизни. Скажи, пожалуйста, какая основная была причина, что ты, ну, как бы решился, доверился нам все-таки? Ну, доверие, оно построено за счет того, что мы давно друг друга знаем, вот, плюс, ну, я слышал некоторые приятные отзывы, плюс меня супруга сильно убеждала это сделать, ну, и, как бы, совпало так, что у тебя было этой осенью немного времени, плюс у меня как раз-таки было окно, где я мог приехать, поэтому мы решили все организовать. Скажи, пожалуйста, как ты вообще, что для тебя было самое неожиданное в панчекарме, да, что ты не ожидал, ну, в своих эффектах или в моментах каких-то, или в каких-то процедурах? Можно я не все процедуры буду перечислять? Но из-за неожиданного по эффектам я наблюдал, допустим, как меняется цвет языка, потому что его надо было фотографировать, и у меня был неожиданный эффект, наверное, цвет языка на третий день, да, когда так, что ли, блестел, либо еще что-то. Неожиданно, что я мог выбивать столько масла ги за раз, не ожидал от себя такой прытия. Ну, и в целом самочувствие достаточно расслабленное. Здесь я, наверное, как бы больше и ожидал, судя по отзывам, что так оно как-то и должно быть. Вот, поэтому, скорее, скажем так, я получил приятное ожидаемое, чем что-то неожиданное. Ага, вот как интересно. Скажи, пожалуйста, а как ты мог бы еще более подробно описать свое состояние? Вот сейчас у тебя последний день. Понятно, что ты сейчас вернешься, и панч-карма раскрывается еще месяцы и месяцы, но вот сейчас конкретно, как ты себя чувствуешь эти последние дни? Есть такое в английском слове «fulfilled», то есть наполненность энергетически, наверное, готов вернуться и просто сбалансировано долго на протяжении некоторого промежутка работать, пытаясь сохранить свою энергию. Есть определенная ясность тума, то есть понимание того, чего я хочу делать в следующие месяцы. Да, ясность тума хорошо бы это характеризовала, ну и какое-то спокойствие, душевное равновесие. А телесного ты можешь описать свое ощущение? Интересно. Ну, после того, как мы подработали над моими ребрами, я чувствую, что стал чуть-чуть глубже дышать. Может быть, это также повлияло на некоторое уравновешивание и успокоение. Ну, интересно, опять же, спокойно. Скажи, пожалуйста, а что вот из того, что мы делали все эти дни, ты возьмешь с собой в обычную жизнь в дальнейшем? Из каких-то практик, процедур, моментов или советов? Ну, вот что ты возьмешь точно? Можно сделать перерыв, сейчас они поговорят, и мы потом продолжим. Что в итоге ты с собой возьмешь в обычную жизнь в дальнейшем из того, что ты здесь испробовал, из всех техник, советов, предписаний, процедур? Я явно попытаюсь сохранить, насколько это получится, практики дыхания. Я думаю, что они действительно имеют свой хороший эффект. А вот какой ты уже почувствовал, пока ты вот только начал же? До этого мы занимались йогой, там, многие годы ты в йоге как бы был с разной частотой и интенсивностью. Но вот из того, что мы делали здесь, вот как ты почувствовал, что они уже, то, что тебе нужно? Почему? Я думаю, они влияют на общее расслабление тела. И опять же, когда долго акцентируешь внимание на какой-то части, там, что ребра должны расширяться и так далее, ну, и чаще замечаешь, что пытаешься дышать в ребра. Вот. Мне приятно ощущать, что вроде бы они начинают двигаться. Угу. То есть ребер накорсет становится мягче, и дыхание более глубоким, да. А какие были с вами приятные моменты из вот элементов панчикарма для тебя? Да, ну, сегодняшний лосось я могу уже в 20-й раз похоронить, ой, тунца в 20-й раз похвалить. Он был просто великолепен. Да, кстати, на панчикарме в конце, и аюрведа не вегетарианская система, на панчикарме в конце вполне мы уже добавляем рыбу и другие продукты. Да, вот еда была хороша. Из практик, ну, массажи, само собой, очень расслабляющие. Очень спокойные, под приятную музыку, когда там масло на лоб поливают. Да, у тебя очень гладкий сейчас лоб. Что по поводу мармо-массажа ты можешь сказать? Приятный очень опыт, что могу сказать. Всем рекомендую пойти. Ну, как ты говоришь, эффект должен быть виден в течение месяца. Будем наблюдать и посмотрим. Но сразу после массажа, что после мармо, после других, первые пару часов всегда чувствуется, всегда, такая очень мягкость и расслабленность в мышцах, желание быть таким ленивцем и двигаться на процентов 30 медленнее. А ментально, вот что ты эти дни испытывал? Что было, какие были моменты? И вот как ты в среднем ментально себя сейчас чувствуешь? Как я и говорил, уже сегодня фулфилд, то есть про прозрачность, ясность ума. Мне понравилась практика белого дня, где нужно было просто выписывать свои мысли, ну и другие мыслительные упражнения, где можно было отвлечься, побыть без телефона целый день. Это было действительно непросто, но интересно. Интересный опыт. А что самое сложное было из того, что было нужно делать? Пить масла ги. Пить масла ги. Ты еще пока не соскучился? Нет. Наверное, нет. А как ты с этим справлялся? Да не знаю, я просто подходил к приемам пищи уже в более-менее голодном состоянии. И мысли о пище, о том, что сейчас я это все заем, они мне помогали преодолевать выпивание попленого теплого масла в несколько голодков. Интересно. Тоже было интересно. Ты нравишься, как ты себе сейчас выглядишь? Да, вполне. Как ты чувствуешь, как будто это была неделя или дольше? Как ощущение времени, например? Время чувствую, что уже опять хочу работать. Действительно, оно хоть здесь и 5-6 дней, оно еще достаточно медленнее, чем обычно. Мне кажется, было недостаточно. Скажи, пожалуйста, что бы ты мог сказать людям, которые или сомневаются в аюрведе, или немало про нее знают, или, в общем, прям тем, кто просто рядом, но еще не с нами? Что бы ты сказал про аюрведу вообще как систем, про свой опыт, какие-то слова? Ну, даже если взять просто твоих, не знаю, коллег или тех, кто как бы не в теме, грубо говоря, что бы ты сказал, в каких случаях это стоит делать, зачем это делать, чего не стоит бояться, почему, вот какое-то свое такое мнение не изнутри, потому что я так никогда не скажу, я слишком глубоко в теме. Как бы ты сказал? Ну, я бы сказал, что химикатами здесь явно не кормят. Здесь все органические здоровые продукты, абсолютно здоровые обычные практики, массажи, целесный контакт, здоровая пища, ну, масло попить, это ничего страшного, Настя объясняла, зачем все это надо. То есть как бы все органично, самочувствие потом хорошее, система, которая разрабатывалась тысячелетиями, как бы у меня нет причин, почему быть к ней излишне скептичным или так далее, ну, то есть поэтому я ее воспринимаю не как там, когда уже идти дальше некуда, я обращаюсь в урведу, я сюда пришел относительно здоровым человеком для поддержания какого-то здорового баланса, улучшения самочувствия, хорошего ментального здоровья, про случаи, где она бы как система спасала каких-то супертяжелых заболеваний, я не знаю, наверняка не имеется, но друзьям, которые в плане сомневаются, не сомневаются, опять же, для каких целей использовать, как личный ретрит, оздоровление, все остальное, однозначно да, если как какие-то хронические заболевания, либо еще что-то, ну, всегда хорошо, когда есть альтернатива современной медицине, которая построена на биохимии, поэтому, если ты болен, можно пробовать абсолютно все, плохого здесь очень ничего не происходит. Как тебе место проведения всего этого, вообще наши пляжи, наши деревни, наши места? Что я могу сказать, Испания в октябре, это приятно, тепло, я не купался в море, но ноги полоскал, на закат любовался, на солнышке грелся, свежим воздухом дышал, поэтому, как в санатории. Потрясающе, спасибо большое, тебе желаю сохранения эффекта, несмотря на все интенсивные, даже не смотря, не смотря, вместе с интенсивной жизнью, удивиться я желаю тебе тому, насколько возможно все равно сохранять эффект панчикармы и поддерживать его, и даже углублять, может быть. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok